Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с адвокатом московской коллегии адвокатов Альфа Мартьяновым Максимом и студентами юридического факультета обсудим тему злоупотребления правом. Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать один из самых противоречивых запретов, которые есть в юриспруденции, запрет межотраслевой. Многие ученые вообще спорят о том, что необходим он или стоит от него отказаться. Говорить мы будем о запрете на злоупотребление правом. Сегодня я в компании Софа и Сахиба, студентов финансового университета. Постараемся, скажем так, осветить какие-то теоретические моменты этого запрета, связанные с этим запретом, и посмотреть, как он работает на практике, как его правильно или неправильно применяют суды и адвокаты. Друзья, давайте начнем. Давайте в первую очередь, как всегда, как это водится с теорией, что такое злоупотребление правом. Софа, ты можешь, скажем так, выделить основные признаки, и мы с вами так вкратце их разберем. Ну, я сначала начну с того, что злоупотребление правом – это заведомо недобросовестное поведение, то есть использование своих прав. И здесь важно учитывать пределы, за которые лицо выходит при осуществлении своих прав. Если мы говорим о признаках, то это, во-первых, наличие самого права, во-вторых, это неправомерность, в-третьих, вина. По-моему, это основные признаки, возможно, вы сможете их дополнить. Ну, я бы добавил еще один признак – это реализация права, то есть это, собственно говоря, самый вот этот вот признак, который вносит всю семятису в догматические споры, просто не очень хочется совсем в них углубляться. Ну, давайте просто вот скажем, что вот есть признак реализации права, потому что, например, когда я заключаю сделку, вывожу активы свои, например, я знаю, что у меня много долгов, или даже не много долгов, предположим, у меня долг один большой перед одним кредитором, и у меня есть какой-то актив ценный, и я его вывожу по договору дарения, ну, просто кому-то дарю, ну, возьмем с такой максимально банальную ситуацию. Формально я реализую свое право, но я же вправе распоряжаться своим имуществом, оно не заложено, на него не распространяется никакое обеспечение, но при этом очевидно, что, когда я заключаю договор дарения, я реализую свое право, свое право распоряжения имуществом, свое право собственности я реализую одну из правомочий, вот, но при этом я, очевидно, действую недобросовестно, и тем самым я нарушаю пределы осуществления права. Мы с вами тоже, ну, сейчас до этого дойдем, что такое пределы осуществления права не будем очень долго тоже на этом заострять внимание то есть правильно мы выделили признаки наличие права реализации этого права нарушение пределов осуществления права и вредоносность то есть важный признак злоупотребление права всегда наносит вред я бы хотел сказать что эти признаки распространяются в том числе и на налоги у нас сахиб скажем так эксперт в налоговых отношениях мы сегодня с ним чуть-чуть поговорим про реализацию запрета на злоупотребление права в налоговых отношениях ну чуть-чуть попозже хорошо смотрите тогда давайте чуть-чуть поговорим про виды ну то есть понятно что злоупотребление может право может быть как публичных отношениях например в налоговых так и в частных отношениях но вот какие-то примеры злоупотребление права допустим в частных отношениях Ты имеешь в виду формы, да? Да, да, формы. Формы – это, например, эстопель, как одна из форм проявления злоостребления. Эстопель – это что такое? Это когда лицо действует одним образом, ты далее строишь свои действия на основе его действия, однако в дальнейшем лицо ведет себя иначе, тем самым ты приносишь себе вред. Ну, давай я тебе какой-нибудь классический пример. Например, у нас эстополь раньше вообще не было в ГК, сейчас эстополь у нас появился, вот, например, в запрете оспаривать сделки, действия которой ты подтвердил. То есть, например, я заключил договор с Сахибом, продал ему, ну, я не знаю, продал ему квартиру, передал эту квартиру, оформил, зарегистрировал переход права, а теперь иду в суд и говорю, а сделка недействительная, хотя я сам подтвердил ее действия. Или, например, говорю, что договор не заключен. Ну, то есть, это очевидно противоречивое поведение, потому что Сахиб рассчитывал, как бы, ну, то есть, он надеялся на меня, он видел, что я подтверждаю своими действиями действительность этой сделки, соответственно, я нарушаю ее правовые ожидания. Это эстополь. Помимо эстополя. Сейчас подкорректируйте меня на шее, снова у меня вылетело из головы. Шиканно. Шиканно, да, точно. Это когда лицо действует в рамках своих, нет, скорее не в рамках своих прав, а выходит за рамки своих прав и наносит вред другому лицу. Нет, смотри, шиканно. Это вообще, это самый первый вид злоупотребления правом, который вообще появился у нас исторически. Насколько я помню, он вышел из Греции, нет? Не совсем, нет. История не с Греции начинается? Нет, история злоупотребления права начинается с Рима. Ну, в Греции, я не знаю, возможно, она была, но до нас не дошли какие-то сведения о частном греческом праве с точки зрения злоупотребления правом. Шиканно вообще впервые появилась в швейцарском гражданском кодексе. И, ну, то есть, это такая реализация права, которая направлена исключительно на вред, исключительно на намерение причинить вред. Вот, например, кстати, в налоговых отношениях у нас не допускается уменьшение налоговой базы в случае, если, например, какая-то сделка была совершена, в ней не было какой-то хозяйственной необходимой цели, и она была с исключительным намерением уменьшить налог. Да, абсолютно верно. Такие случаи встречаются на практике, когда налогоплательщик, заведомо зная, что услуги не будут оказаны, как бы формирует, занижает себе налогового влагаемую базу путем принятия к вычету. Да. Это если мы говорим о в НДС или и отражении в расходах. Это все сопровождается параллельно. Да, вот, соответственно, тут нельзя, конечно, сказать, что в налоговом праве это шиканно, потому что здесь он преследует цель извлечения выгоды необоснованной, но в гражданском праве это вот шиканно, например, классический пример шиканны, если я ставлю забор вокруг дома и пускаю через него ток, и при этом никому не говорю об этом, то есть нигде не указано, что это забор, то есть по нему идет электрический ток. Очевидно, что я преследую цель не просто защитить свою собственность, а еще и человеку вред причинить в первую очередь, потому что ну как это, ну как можно пускать ток, забор, ну да, если кто-то коснется или еще что-то. То есть, с одной стороны, я реализую свое право, это мой забор, я что хочу с ним, то и делаю. С другой стороны, это вот шиканно, потому что я это делаю исключительно, то есть я вредничаю, и все, что я хочу, это причинить вред другому, а не реализовать какое-то свое право. Ну вот, шиканно. Какие-то еще формы. Ну, у нас есть сделки в обход закона. Ну, ладно, хорошо, не будем так прям, скажем так, глубоко в них вникать. Хорошо, Софа, давай тогда с тобой еще посмотрим, какие у нас могут быть последствия злоупотребления права. В основном последствия это то, что суд не принимает. Например, если мы говорим об иске, то суд просто откажет в иске лицу, который подал. Откажет в защите права. Да, а также, если это идет в рамках обособленного спора, то это отказ в ходатайстве. Да. В основном такие последствия. Ага. А смотри, а, например, сделку, если признают недействительной? Можно признать сделку недействительной? Давайте подумаем. Давайте. Я думаю, что да. Ну, смотри, у нас же, да, во-первых, можно признать сделку недействительной по совокупности статей 10 плюс 168. 168, да. То есть статья 10 – это запрет на злоупотребление правом, статья 168 – это, скажем так, устанавливает недействительность сделки, ничтожность или оспоримость в случае, если эта сделка нарушает закон. Потом, какие могут быть еще у нас последствия? Убытки. Могут быть. То есть если я, допустим, злоупотребляю правом, я причиняю тебе убытки, ты можешь взыскать с меня убытки? Я думаю, что да. Единственное, я все-таки смотрела то, что судебная практика говорит нам о том, что очень редко применяются такие последствия. Убытки? Да. Ну, убытки, на самом деле, да, не часто встречаются, но вот, например, самые распространенные последствия – это вот злоупотребление правом. Ой, прошу прощения, это признание договора недействительным. А вот в налоговом праве какие вот у нас последствия? В первую очередь, конечно же, мы рассматриваем потери бюджета, поскольку вследствие, как я до этого говорил, занижения налогооблагаемой базы недопоступили деньги в бюджет, и, соответственно, это ущерб в первую очередь экономической безопасности государства. Конечно же, поскольку, как вы правильно начали тему нашей дискуссии, как раз-таки выводы за рубеж денежных средств, то есть вы… Тут еще идет корреляция со 115-й федеральным законом, легализация денежных средств, добытых преступным путем. Да, да, да. Вот, соответственно, в следствии с занижением налогооблагаемой базы мы сэкономили, мы не доплатили в бюджет, у нас образовалась незаконная прибыль, да, такая неучтеночка, как это еще бухгалтеры любят называть, и, соответственно, нам нужно что-то с этими деньгами делать, а приобрести сразу мы что-то на это не можем, поэтому нужно как-то это все красиво… Это может выразить… Выразить вывести в офшор желательно, да. Да, да. Да, есть действительно такое. У нас буквально недавно была передача, мы с представителем банковского… сотрудником банка довольно крупного обсуждали 115-й ФЗ, обсуждали блокировки счетов по 115-го ФЗ, в общем, тоже тема довольно интересная и стоит на стыке во многом. Ну, то есть, впоследствии, ты говоришь… ну, то есть, понятное дело, что злоупотребление правом причиняет вред, вред бюджету, но последствием является доначисление налогового… Смотря для кого, ну, если мы говорим о налогоплательщике, то, конечно, да, для него это, ну, последствия следующих, ну, и в случае, если это обнаружат, то это для тебя доначисление… Всегда обнаружат? Да. То есть, не бывает такого, чтобы… Ну, ни разу, ни разу не встречалось такого, чтобы не обнаружили… Ну, можно в прятки, потому что не встречалось, поэтому не обнаружили? Да, ну, нет, на самом деле сейчас, я так понимаю, что система достаточно прозрачная, и в целом уже это нецелесообразно, поскольку, ну, в любом случае, тебе доначислят, возникнут вопросы в первую очередь, опять же, никто не исключает тот факт, что если ты вывел эти денежные средства, сэкономленные в офшоры, то это не вызовет вопросов у банка. Хорошо, тогда вот чуть-чуть мы поговорили про налоги, чуть-чуть поговорили про формы, последствия, такой вот вопрос общий, вот как вы считаете, а вообще запрет на злоупотребление правом он нужен? Объясню, почему я спрашиваю, потому что, вот понимаете, когда вот его нет, все очень просто, ну, то есть, у меня, допустим, я имею право заключать договоры, например, какие-то, уменьшать свою налоговую базу, ну, например, ну, я имею право все, ну, то есть, как бы у меня есть налоговый кодекс, я смотрю, какое право я имею, я смотрю, в каких случаях я могу уменьшить налог на прибыль, уменьшить свой доход, или, например, в гражданском праве, я понимаю, что, ну, то есть, у меня есть право распоряжаться вещью, у меня оно полностью, допустим, мое право собственности абсолютное, то есть, я знаю, что я могу заключить сделку в любом случае, вне зависимости от того, там, вывожу я активы, не вывожу активы, у меня все просто. И для суда самое главное все просто, то есть, когда нет запрета на злоупотребление правом, суду все понятно, он просто открывает закон, смотрит, так, он действовал в соответствии с правом или не в соответствии, все, и выносит решение. Или все-таки злоупотребление правом нужно, потому что хоть оно и усложняет, то есть, это каучуковая норма, это вот, об этом интересно писал Покровский, Иосиф Алексеевич, то есть, он называл запрет на злоупотребление правом каучуковой нормой, потому что ее можно растягивать, суд ее может натянуть на что угодно. И мы к чему приходим? К тому, что судья может там усмотреть злоупотребление там, где его, ну, возможно, нет, то есть, слишком много, большой простор для судебного усмотрения. Вы как думаете, вообще нужен этот запрет или нет? Давайте исходить из фундамента вообще прав. То есть, наши права заканчиваются там, где начинаются права других. Так. Если рассматривать с точки зрения того, что, ну, необходимости, я считаю, что это однозначно нужно, поскольку, ну, опять же, давайте поговорим про налоги. Да. У меня есть право принять к вычету, там, и занизить себе налогооблагаемую базу. Да. При этом мой контрагент, он не отражает по девятому разделу реализацию в мой адрес. Соответственно, получается так, что я занизил налогооблагаемую базу, его начинают налоговый орган вызывать, спрашивать, почему не отражено по девятому разделу. И тут встает большой вопрос. То есть, я свое право реализовал. Угу. Хоть оно уже ограничило право другого. Угу. Справедливо. Угу. Ну, то есть, мы же исходим, если мы рассматриваем один из, поправьте меня, не принципов, а одна из целей права законы, это восстановление, ну, да, социальное справедливо. Угу. И тут встает большой вопрос. То есть, если я реализовал свое право, злоупотребил. Да. При этом, мой контрагент, он ничего не сделал, у него не было такой цели. И его теперь вызывают, дергают из-за меня. Да. С этой точки зрения, я считаю, что однозначно злоупотребление, ну, ограничение на злоупотребление правом, оно необходимо. Если же мы говорим, опять же, давайте даже рассмотрим хорошо гражданское право. Ну, у нас свобода. Можно немножко влезу? Давай. А ты не думаешь, что нужна прознатилизация законодательства? Вот, кстати, хорошая баба, я хотел задать его, да. А не ограничить ли права, ну, субъектов, конкретизация? Может быть. Ну, может быть. То есть, мы будем, мы будем, мы будем выдвигать, ну, определять в законодательстве конкретные критерии. И, соответственно, его, ну, не каждый же субъект может подойти. Ну, вот нужно указать так, чтобы это было и развернуто, но при этом детализировано. То есть, открытые перечень имеют в виду критерии? Да. Например, может быть, нам в законе прямо указать, что, вот, например, не подлежат вычету, там, такие-то, такие-то доходы, в случае, если, там, он конкретно совершил такие-то, такие-то действия. Ну, вот, например, я просто к чему? Ты вот говоришь про справедливость? Ну, совершенно верно. И ты правильно, ты вот исходишь, знаешь, как вот и все сторонники злоупотреблений, ты исходишь из простого. Ну, оно же существует. Люди, как бы, злоупотребляют. То есть, ты хоть бейся головой, хоть не бейся. И бывает такое, что, как бы, люди реализуют свое право, но это приносит вред. Поэтому, если это есть, значит, с этим надо бороться. Ну, как бы, а в ответ говорят, ну, слушай, если мы устанавливаем такую каучуковую норму, вот, как ты говоришь, а не будут ли суды злоупотреблять? Не будет ли такого, что я, на самом деле, не схематозил, а мне взяли и доначислили, например. То есть, я преследовал, реально у меня были хозяйственные цели. Ну, тут тогда можно говорить об оптимизации. Да. То есть, условно, хорошо, работа, услуги, если мы с точки зрения, опять же, налогового рассматриваем, хорошо, работа, услуги, там, все это было выполнено, поставлено. Ну, если мы говорим о товаре, хорошо, но при этом ты задействовал некоторую цепочку контрагентов для того, чтобы завысить просто стоимость. На выходе ты таким образом получил точно такую же выгоду путем искусственного завышения цены. Да. Но при этом работа и услуги тебе были оказаны. С этой точки зрения, ну, можно, конечно же, рассматривать тогда оптимизацию. Вот, да. Ну, смотри, просто тут мы слишком много даем суду. То есть, это же суд, ну, сначала налоговая будет оценивать, искусственно я ввел контрагентов или не искусственно. Это же спор, это же не просто так. Ну, то есть, когда ты знаешь все обстоятельства, для тебя это очевидно. А так вообще, ну, как бы, ну, иногда можно с этим спорить. А вдруг вот этот контрагент действительно был нужен. То есть, понятное дело, что, скорее всего, там есть аффилированность, это все доказывается. Скорее всего, там какие-то однодневки без нормальных оборотов. Ну, то есть, это понятно, что это подлежит доказыванию. Ну, бывают же и спорные случаи, когда вот непонятно, этот контрагент он нормальный, это реальный контрагент или это, ну, то есть, даже он может быть не однодневкой, но зачем он включен в эту цепочку операций? Просто, чтобы я завысил НДС, вычет по НДС или что? Поэтому просто, ну, скажем так, палка о двух концах. Я-то с тобой согласен, я-то с тобой согласен, я вообще сторонник, конечно, безусловно, запрета на злоупотребление правом, но мы вот часто на практике встречаем такое, что суды могут его применить там, где его не нужно применять. Софт, ты как считаешь? В конечном итоге твоя позиция какая? Вообще, я поддерживаю вашу позицию, несмотря на то, что есть аргументы и в сторону другой позиции, как раз таки по поводу того, что суд может увидеть там, где нет злоупотребления правом, он может его увидеть. Например, как было дело, где в арбитражном суде разбирали иск британской компании к физическому лицу из Российской Федерации, по-моему, лицо тоже проживает на данный момент за рубежом, по поводу интеллектуальной собственности, интеллектуальных прав. И арбитражный суд изначально вынес решение в пользу физического лица, гражданина Российской Федерации. Это дело свинки Пепа, ты хочешь? Да. Интересно, мы это дело поднимали, рассказывали, у нас была передача «Прошлое» или «Позапрошлое» со специалистом по интеллектуальному праву. А, его уже разбирают? Нет, нет, рассказывай, мы его не разбирали с точки зрения злоупотребления, мы его разбирали с точки зрения, ну, вообще, интеллектуалки, но оно интересно в том числе и с той точки зрения, что суд в этом деле неправильно применил статью десятую. Да, он отказал от кратки в иске, ссылаясь на статью десятую, при этом применив, по-моему, еще дополнительно статьи. А статья десятая у нас применяется в основном только сама по себе, то есть она не сочетается с другими статьями, если мы не берем статью 168 Гражданского кодекса. Да, вот это вот очень важно, и об этом, ну, скажем так, нужно всегда говорить, что злоупотребление правом – это самостоятельный способ защиты, запрет на злоупотребление правом. И он не сочетается, очень часто я вижу, например, на практике, ну, сейчас вернемся обратно гражданскому праву, перейдем от налогов, очень часто на практике любят юристы написать, что дополнительно, а еще он недобросовестный, а еще он злоупотребил правом, а еще там, например, пишут, там целый иск пишут про то, что сделка, например, мнимая, вот у меня был спор, был спор, вот, замечательно, компания «Мистер Дорс», там был рейдерский захват, ну, не я занимался этим спором, но просто я изучал его, был осуществлен рейдерский захват бывшим там директором компании, он перевел на себя активы. И суды всех трех инстанций поддержали «Мистер Дорс», признали эти сделки мнимыми, то есть юристы «Мистер Дорс» пошли, ну, избрали способ защиты признания этих сделок мнимыми. Но реально-то здесь нет мнимости сделок. Ну, то есть здесь вот этот классический случай злоупотребления, потому что на него оформили доверенность, ему доверились реальные бенефициары бизнеса, а он взял, начал на себя переоформлять активы на свою какую-то там другую компанию. Ну, здесь нет мнимости. Почему? Потому что он реально преследовал цель создать правовые последствия. Мнимости здесь нет. Здесь есть злоупотребление правом. Юристы ссылались на все подряд, они ссылались и на десятую, и на мнимость. В результате суды, когда это все увидели, у них было из чего выбирать, и они почему-то из всего этого выбрали мнимость, хотя здесь вот классическое злоупотребление правом. И это вот интересно, что просто очень сложный на самом деле специфический институт, который постоянно просто применяют неправильно или в каких-то банкротных случаях. Вот в случае банкротства у нас есть банкротное основание для оспаривания сделок. Там сделки с предпочтением, сделки с неравноценным встречным предоставлением, и почему-то все очень любят, ну скажем так, имея специальное банкротное основание. Ну например, меня признали банкротом, я за полгода до того, как приняли к производству заявление о банкротстве, продал свой дом по цене там 10% от его реальной стоимости. Ну что это такое? Я хотела, я хотела лишь с практической точки зрения рассказать, потому что мы сталкивались с подобными, работая в компании, которая занимается также банкротными делами, и имущество, которое продано в течение трех лет до банкротства, оно возвращается в банкротную массу. Ну не просто любой, нет, там же должны быть какие-то признаки, то есть не все, конечно, продано, то есть неравноценно должно быть продано, потом аффилированность должна быть, нужно доказывать, что был причинен вред кредит, обязательно нужно, самый главный критерий, вред кредиторам, то есть был ли причинен вред кредиторам в случае с банкротством. Но да, ну то есть ты права, то есть вот этот вот период подозрительности в течение трех лет до банкротства, причем, кстати говоря, некоторые сделки можно ищу, которые раньше оспаривать, есть у нас вне конкурсное оспаривание, вне банкротное основание для оспаривания. Сахип, ты что-то сказал? Да, я хотел сказать, тут как раз таки вот, когда ты озвучил про 10 процентов стоимости, тут же тоже злоупотребление правом именно на свободу договора. Да, да. То есть тут ключевое, опять же, это все злоупотребляют правом, кто намерен сэкономить, заработать больше. Ну смотри, я вот сейчас с тобой поспорю, потому что в данном случае это не злоупотребление правом, а просто это нарушение запрета на сделку во вред кредиторам. То есть у нас есть специально, вот смотри, злоупотребление правом, оно применяется тогда, когда нет другого специального запрета. То есть это вот, злоупотребление правом запрещает такое вот недобросовестное поведение, которое не запрещено ничем другим. То есть закрывать пробелы законодательства? Да, так и есть. Вот, совершенно верно. То есть злоупотребление правом, оно призвано, как бы суд берет принцип добросовестности и закрывает пробелы законодательства им. И по сути дела это что-то вроде судебного нормотворчества, на самом деле. Ну, если процедура банкротства ее продаю, ну или намереваюсь банкротиться, я его продаю с десятипроцентной стоимостью. Мне закон не запрещает этого сделать. Ну, условно, дом стоит там сто миллионов, я его продаю за десять миллионов. Закон уже запрещает это сделать, потому что это сделка во вред кредиторам. А если у меня процедура еще не началась? Я за полгода, за полгода я злоупотребляю правом, я продаю это стоимостью в десять процентов от реальной, и как бы ну все. Да, это совершенно верно, потому что если процедура еще не началась, ну я уже могу оспорить эту сделку, я твой кредитор. Да, совершенно верно. Применяю статью 10 УГК, а не банкротное оставание, потому что процедура банкротства еще не началась. Вот. Хорошо. Давайте, может быть, тогда еще чуть поподробнее поговорим про злоупотребление в налоговой сфере. Интересно, ты помнишь вообще этапы, как оно появилось в налоговом праве? 63-е постановление Пленума ВАЗ. Не, ну это сейчас уже, скажем так, не так актуально, это просто мы древние динозавры помним его еще. Сейчас просто появилось в налоговом кодексе 64.1, а до этого 54, прошу прощения, 54.1, которая, кстати, называется так же, как в ГК предел осуществления налоговых прав. Я помню еще вот времена, то ли в 12-м году был Пленум высшего арбитражного суда 63-й, который вот установил впервые на уровне практики запрет на злоупотребление налоговыми правами, ввел концепцию необоснованного налоговой выгоды. Она была введена, на самом деле, еще раньше конституционным судом, там было два постановления конституционного суда. Вот она постепенно вот так пробиралась в сферу налоговой концепции в 12-м году. Да, вот. И я еще в каком году, в 16-м году заканчивал универ, писал диплом. Вот я как раз по необоснованной налоговой выгоде писал диплом и писал предложение по совершенствованию налогового законодательства. И, ну, очень, скажем так, во многом угадал то, что введут вот 54.1. Она во многом повторяла то, что, ну, не только я предлагал, не то, что я какой-то там гениальный, это было мейнстримно, скажем так, об этом писали все подряд. Вот. Актуалочка. Да, да, да. Актуалочка, да. Поэтому, ну, интересно. Ну, а какие вот классические случаи, ну, например, дробления. Вот расскажи, вот как злоупотребление в налоговом правом работает в случае, когда дробит бизнес. Вообще, что это такое, например? Давайте поговорим, да, немножко про дробление. У нас налоговым кодексом предусмотрено несколько систем налогообложения. Упрощенная система налогообложения, общая система налогообложения, патентная. По-моему, все назвал. А, ну еще есть, ХН и так далее. Вот. Говоря о упрощенной системе налогообложения, тут такой нюанс. У меня есть крупная организация, я холдинг, сижу на основной системе налогообложения, но что-то мне неудобно платить 20% НДС, 20% прибыли государству. Я думаю, что же, как тут сэкономить. И прихожу к выводу, что вот упрощенцам жить легче. А, там, если не ошибаюсь, то 15% от выручки, если мы сидим чисто на доходах или наоборот. Вот. Так, сейчас. Есть две системы упрощенности налогообложения. Не важно. Для тебя это выгоднее, да? Да. В любом случае для меня это выгоднее. Я считаю, что почему бы мне не разделить, например, мой юридический департамент будет отдельным юридическим лицом, административный департамент другим юридическим лицом. Прибыль я буду, ну, распределять для них поровну, то есть у меня выручка не будет превышать предельное значение, для того, чтобы не слететь с упрощенной системы. И, в принципе, я экономлю на этом достаточно хорошо. Да. Это злоупотребление правом, поскольку, так или иначе, все эти организации между собой аффилированы. Да. Однозначно. У них есть единый центр прибыли. Да. У них есть единый центр управления, будь то генеральный директор, будь то учредитель, будь то другое юридическое лицо. Это достаточно часто сейчас встречается на практике. Вот. Тут как раз таки, ну, абсолютно точно злоупотребление правом. Другой момент. Вот смотри, а почему именно злоупотребление правом? Потому что нету никакой другой цели. То есть, в этом нет смысла. Основная цель – это минимизация моих налогов, минимизация уплаты в бюджет. То есть, нет никакого смысла в том, чтобы так дробить бизнес, городить кучу юридических лиц. Нет другого смысла, кроме как оптимизировать свой налог. Точнее, незаконно оптимизировать свой налог. Поэтому, да. Ну, с этой точки зрения абсолютно точно у нас, ну, есть налогоплательщик, будь то даже, ну, физические лица даже иногда. Я прошу прощения, индивидуальные предприниматели даже иногда такими подобными вещами занимаются. Ааа, вот. Там чуть, там чуть другая схема, но об этом попозже. Ааа, и абсолютно точно налогоплательщик преследует цель – это минимизация своих расходов на налоги. Ну, а в любом случае это все очевидно. Да. Ну, вот смотри, видишь, мы так с тобой плавно разобрали, посмотрели основные формы в гражданском праве, и вот в налоговом тоже какие-то основные формы вроде дробления, вроде однодневок в цепочке поставок. Да, да, да. Какие ты еще можешь назвать интересные? Давайте, ну, рассмотрим абсолютно практические случаи, он не такой глобальный. Это 51-я статья Конституции. Она звучит так. Никто не… Сейчас, как она звучит-то? Человек имеет право, гражданин имеет право не свидетельствовать против самого себя, своих родных, близких, круг которых определен федеральным законом. Очень часто на практике я встречаю протоколы допросов, когда речь вообще никак не касается личной жизни, частной жизни, но при этом, ну, физические лица активно пользуются этим правом. С двух сторон можно рассмотреть. С одной стороны, это злоупотребление правом, поскольку ты как свидетель располагаешь этими сведениями, они могут быть полезны, но и при этом ты пользуешься статьей 51-й, ты считаешь, что эти сведения, ну, эта информация, которая у тебя есть, она относится к твоей частной личной жизни. А ты уверен, что здесь есть злоупотребление правом? То есть, если, как ты говоришь, эти сведения не связаны с перечнем обстоятельств, которые указаны в 51-й статье, значит, может быть, это лицо и не имеет права отказываться давать показания? То есть, может быть, его можно привлечь к ответственности за это? Абсолютно точно предусмотрена у нас ответственность по статье 128-й Налогового кодекса за отказ от дачи заведомо ложных показаний. А там, если не ошибаюсь, то там штраф. 3 тысячи рублей. Опять же, тут большой нюанс, вопрос доказывания. То есть, могло ли это лицо знать об этом? Ну, могло ли оно об этом говорить? Какой смысл, если там такой штраф? Вот. И большой нюанс еще – это юридическая неграмотность. Ну, население, на самом деле, потому что, ну, много кто, когда видит там повестку или приходит на процедуру допроса, ой, а что это, я не собираюсь ни за кого платить налоги, там, я не собираюсь ни за кого садиться и так далее. Ну, порой слушаешь и смешно становится, поскольку говорят вроде молодые ребята. Вот. Как раз молодые ребята, как раз, мне кажется, сейчас знают свои права гораздо лучше, чем… Да, но порой приходится, да, порой с этим сталкиваешься. Ну, я считаю, что тут как раз-таки злоупотребление правом все-таки. Ну, фу-фу. Понятно. Понятно. Ну, то есть, мы с вами все-таки пришли к выводу, что злоупотребление необходимо, запрет на злоупотребление правом. Кстати, мне интересно вообще, вот помимо того, что многие ученые спорят, что вообще нужно ли злоупотребление, очень много споров о том, возможно ли злоупотребление в публичной сфере. А вот обратное. Налоговые органы сами злоупотребляют своими правами? Абсолютно точно нет. Абсолютно точно? Абсолютно точно нет. Объясню даже почему. Механизм регулирования пределов осуществления прав налоговых органов, он регламентирован вплоть до того, что даже обращение граждан теперь, там, если раньше люди писали в налоговые органы и думали, что, ну, ответят, не ответят и так далее, то есть часто строго регламентировано это 30 дней. В течение 30 дней тебе налоговый орган должен дать ответ, если ты обращаешься, ну, как физлицо, как юрлицо, не имеет значения. Злоупотребление правом. А с какой точки зрения? Ну, например, начинают использовать какие-нибудь выемки документов. Ну, давайте сразу о выемках документов, вообще о таких, так скажу, нестандартных мероприятиях. Ну, об актах, да, налоговых проверок, да. Смотрите, выемка – это же такой тонкий момент. В каких случаях происходит выемка, когда организация в отношении которой проводится выездная, там, рекамеральная проверка, она не предоставляет документы. А тут же, ну, большой вопрос. Налогоплательщик, он сам порой не понимает нюансов. Допустим, то, что в отношении налогоплательщика проводится проверка – это еще не приговор. Ну, конечно. Налоговый орган может прийти к выводу, что нарушений это отсутствует. Но при этом, когда у хозяйствующего субъекта запрашивают документы, он считает целесообразным их не представить. Ну, как бы, ну, я их не буду представлять. Нет документов, нет тела – нет дела. Ну да. И все почему-то исходят из этого. Ну да. И тут, конечно же, ну, а иных вариантов нет. Потому что у нас многоуровневая система в федеральной налоговой службе. И все подотчетны друг другу. Условно, ну, нельзя не сделать. Нельзя не доделать. Нужно провести полный комплекс мероприятий без документов, без явок свидетелей на запросы и так далее. Это, ну, не представляется возможным. Поэтому налоговый орган прибегает к таким методам. Но он, опять же, он тоже предусмотрен налоговым кодексом. Тут про злоупотребление нельзя говорить. Ну, то есть, вот этот вопрос вам сейчас тогда задам. Как вы вообще считаете, любой орган власти, при том, что полномочия органа власти, они всегда, во-первых, они носят как характер обязанности, то есть он обязан реализовывать эти полномочия, так и характер права. Во-вторых, его, скажем так, полномочия всегда почти строго регламентированы у государственных органов. Возможно ли злоупотребление правом со стороны органов власти? Соф, ты как думаешь? Мне кажется, все равно злоупотребление со стороны органов власти есть. Все-таки у нас есть пробелы законодательств. И даже если мы будем говорить, например, о судах, иногда они выносят свои решения просто потому, что они так считают. Конечно же, они аргументируют свою позицию. Ни в коем случае не говорю о том, что там нет аргументации. Однако не всегда, даже если бы у нас не было пробела законодательств и не было бы злоупотреблением власти, у нас бы не существовало столько инстанций. Потому что очень часто все-таки в судебной практике отменяются решения первой инстанции в последующих инстанциях. Ну, в том числе, да. Я, кстати говоря, никогда, вот всегда, когда поднимал этот вопрос, почему-то никогда не задумывался о том, что, ну да, суд же тоже может злоупотреблять своими полномочиями. Я всегда как-то думал, вот там какие-нибудь администрации, которые предоставляют или не предоставляют земельный участок, например. Ну, вот какие-то такие вещи всегда думал, там, какие-нибудь полицейские. Вообще, ты права, да. Ну, на самом деле, суды же тоже очень часто, например, злоупотребляют правом, отказывают в ходатайствах, например, в каких-нибудь. Хотя, ну, реально здесь можно было бы удовлетворить ходатайство, чтобы дело стало потолще, там какие-нибудь доказательства еще истребовывают, например. Или, наоборот, принимают ходатайство, удовлетворяют. Да, или, да, удовлетворяют ходатайство. Вот, например, у меня недавно у моей супруги был случай просто кошмарный. Ну, я, к сожалению, не могу называть судью, но, скажем так, судья вела процесс, мягко говоря, странно. Ну, есть еще и сведения, скажем так, указывающие на то, что, ну, странный процесс. Но судья при наличии экспертизы, экспертного заключения, абсолютно законного, понятного, которое, скажем так, подтверждало и должно было лечь в основу того решения, которое судья, видимо, очень не хотела принять, судья назначил повторную экспертизу с другим экспертом. Хотя, ну, по сути, никак не обосновав. Ну, то есть я с таким, честно говоря, впервые сталкиваюсь. Эксперт вообще прекрасно все объяснил, прекрасная экспертиза, назначила повторную экспертизу. В вызове на допрос первого эксперта отказала. Хотя обычно, обычно у нас процедура по арбитражу, по ГПК, это было в общей юрисдикции, по ГПК у нас процедура такая, что если какие-то есть вопросы к эксперту, надо его допросить сначала. Отказала в вызове. Ну, то есть, по сути дела, это что? Это злоупотребление правом со стороны органа власти. Ну, то есть, как бы, в принципе, она, ну, то есть, формально там не было, ну, то есть, она все делала в рамках закона. Никто ей не запрещает еще повторную какую-то экспертизу. Может быть, она что-то не поняла и что-то непонятно. Но при этом вот так вести процесс, вела она его, ну, скажем так, недобросовестно, это привело к вынесению незаконного решения, которое, я уверен, будет просто снесено в апелляции или в кассации просто вот так вот. Ну, ты права? Да, конечно. Вот суды, например. А ты как считаешь? Я раскритикую мою позицию. Да, да я, к сожалению, не могу раскритиковать, я абсолютно с тобой согласен. Но только не налоговые органы. Кто угодно, но вот налоговые органы не злоупотребляют. Сто процентов. Однозначно. Все, хорошо. Оспорить твою позицию я не могу касаемо судов. Ты правильно абсолютно говоришь, что если бы... Ну, тут с какой точки зрения посмотреть. К сожалению, это есть. Это имеет место злоупотребление судами. К счастью, наверное, что я с тобой согласен. Да. Вот. Но при этом, опять же, тут многоуровневая система. За законодательством это предусмотрено. То есть основная цель права, она соблюдается от восстановления социальной справедливости. Да. Вот поэтому с этой точки зрения, да, как бы я согласен. И вот обсудили, я думаю, мы с вами основные вопросы. И последнее. Я очень люблю просто этот вопрос. Ну, такой, скажем так, теоретически. А злоупотребление обязанностью. Может быть? Злоупотребление обязанностью. Софа, ты... Я вот сейчас как раз таки думаю, как это может проявляться. Как это может проявляться? Да. Расскажу. Ну, я не знаю, как это может проявляться в налоговом праве, честно говоря. Не думал об этом. Ну, например, в гражданском праве есть даже харистоматийный пример. Предположим, я должен тебе 10 миллионов рублей. А я беру, заказываю грузовик и отдаю тебе их мелочи. Как Samsung, Apple возмещал денег. Да. И я тебе отдаю их мелочи, выгружаю. Это будет злоупотреблением обязанностей или нет? Ну, в теории, так как лицо другое понесет убытки, в связи с тем, что ему, наверное, придется... Даже не... Ну, какие-то, конечно, убытки, с одной стороны, ну, в принципе, вред будет какой-то причинен. Ну, да. Может быть, даже не имущественного характера, но в любом случае как-то это неправильно, да? Это недобросовестно. Не злоупотребление обязанностей. С одной стороны, да. Да. Это издевательство. Вот. А Samsung, вот ты говоришь, с Panasonic судились. Я не знаю, честно говоря... С Apple, по-моему. С Apple. Да, с Apple. Я не знаю, честно, просто, где они судились, там, какое право применялось. Но просто интересно, что англосаксонские системы правовые, они вообще не признают злоупотребление правом. То есть у них, вот у них-то как раз, вот то, что мы с тобой спорили, например, у англичан, у них есть понятие abusive right, но оно применяется максимально редко, так же, как у американцев. Если это, ну, штаты common law, и они вообще, то есть они сторонники того, чтобы в прецедентах, в статутном праве регулировать более детально конкретные отношения, но при этом злоупотребление правом они не признают. То есть они считают, что если у лица есть право, например, у меня есть право собственности, я хоть забор пущу, вот ток через забор, вообще наплевать, это мое право собственности, я могу реализовать его, как хочу. И вот стороны вот этих систем... Нужно смотреть, на самом деле, где было рассмотрение, и где вообще сам прецедент был. Да, да, ну я вот часто просто не знаю, но я к тому, что, например, в той же Америке это допустимо, я думаю, то есть или в Англии, то есть учитывая, что... Нет, возможно, есть какой-то прецедент, который это запрещает непосредственно, но ссылаться на общий принцип запрета злоупотребления правом и запретить одной компании выгрузить тонны мелочи другой компании вместо нормального перевода по счету нельзя. То есть это у нас, это можно было бы признать злоупотребление правом, а там вот, например... Ну, опять же, и оспорить это нельзя никак. Ну, поскольку обязательства, ну, в любом случае это было на основании решения суда, это возмещение денежных средств. И, по сути, решение суда оно исполнено. Денежные средства возмещения. Ну, вот у нас можно было бы, я бы мог сказать, что я бы мог пойти к приставам и также продолжать требовать исполнения. Они бы оспорили, пошли бы оспаривать, приставы исполняли бы. То есть я бы сказал, нет, они ничего не исполнили. Или, например, если бы приставы отказали мне в дальнейшем исполнении, я бы пошел бы оспаривать отказ пристава. И там бы указывал, что ответчик злоупотребил правом, злоупотребил обязанностью своей. И оспорил бы тем самым решение пристава, ну, скажем, о прекращении исполнительного производства. Продолжил бы взимать деньги с... или, может быть, убытки взыскал. Может быть, тут... На пересчет монет. На пересчет монет. Вот о чем я говорила изначально. Да, да, вот убытки. Вот, хотя, опять же, тут интересно, говорят, что тут вообще злоупотребление не обязанностью. Говорят, что когда у нас есть обязанность какая-то, у нас возникает микроправо, мы вправе выбирать способ исполнения этой обязанности. И, по сути дела, здесь мы, опять же, злоупотребляем тем же самым правом, а не обязанностью. Просто, ну, большой вопрос, я не слабо понимаю, как можно злоупотребить обязанностью. Только если с точки зрения, там, руководителей подчиненного это рассмотреть, то есть, да, ну, я только с этой точки зрения могу предположить, что тут, возможно, будет злоупотребление обязанностью. А, по сути, ну, обязанность это что? Это то, что ты должен исполнить. Да, да. Ну, вопрос просто в том, как исполнить. Право, а право, ну, то есть, оправо субъективное, это то, что ты можешь исполнить. Но вопрос в том, как ты это исполнишь, как ты реализуешь право и как ты реализуешь обязанность. То есть, вопрос всегда в том, как. Потому что всегда возникает определенная свобода. То есть, в рамках права у тебя есть определенная свобода действий. И мы понимаем, что эта свобода действий иногда должна быть тоже ограничена. Так и в рамках обязанности у тебя есть определенная свобода действий. То есть, ты можешь исполнить так, а можешь исполнить так. Можешь прийти в 12 часов ночи ко мне начать стучать, исполнять. Хотя, ну, как бы все спят, ну, например. А можешь нормально исполнить? Это как правильно начала Софа, как раз таки мы вернулись к этому критерии. Критерий вреда, критерий добросовестности. Да, критерий качественного, наверное, исполнения своих обязательств, обязанностей, тут, наверное, да, только через критерии. Ну хорошо, ладно, ребят, спасибо. Я думаю, что сегодня мы обсудили максимально вкратце общие вопросы, связанные с теорией, практикой злоупотребления правом. Чуть-чуть даже затронули налоговое право, рассмотрели, какие основные формы злоупотребления правом есть в налогах и как налоговое с ними борется. Я думаю, что подытоживая, ну скажем так, моя позиция, я это уже высказывал, заключается в том, что, конечно, запрет на злоупотребление, межотраслевой запрет на злоупотребление правом нужен в силу просто того, что, скажем так, такое поведение, оно есть в объективной реальности. Поэтому закрывать глаза на то, что оно есть, и не давать, скажем так, судам возможности судебного усмотрения, не давать какой-то свободы судам, ну, было бы совсем неправильно, потому что суду все-таки в том числе надо доверять, в том числе даже давать иногда ему возможность где-то заполнять пробелы права, возникшие пробелы в праве путем применения принципа добросовестности. Поэтому на этом спасибо. Спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания. Студенты юридических факультетов, желающие принять участие в нашей юридической передаче, присылайте свои видео в визитке на адрес электронной почты, который вы можете видеть на экране. Подписывайтесь на наш YouTube и Telegram каналы и следите за новостями. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...